Ажиотаж на потребительском рынке Беларуси Я далек от мысли, что в Беларуси будет и есть проблема с обеспечением соли, сахара, крупами Это все, конечно же, не от того, что люди пытаются готовиться к некому конфликту, к войне Просто люди настолько разуверились в национальной валюте, настолько их дезориентировали действия правительства Что они хоть куда, но только не в рублях, хоть что, но только не держат деньги на рублевом депозите И вот то резкое падение уровня доверия к национальной валюте, безусловно, является виной нашего правительства и национального банка Именно они довели людей до такого состояния, что они никому не верят Все то, что на телевидении тишь, блаш, божья благодать, все нормально Тема инфляции, девальвации вообще не обсуждается, за редким-редким исключением А люди, куда не пойдешь, даже обыкновенные люди, работники, все начинают обсуждать только одну тему Валюта, валюта, валюта И все считают свои рублевые сбережения в доллары и просто слезы выступают на глазах Так вот, когда господин Румас, вице-премьер, говорит, что у нас нет ажиотажа, у нас нет оснований для этого И ссылается на то, что в мае даже цены пошли вниз Он ссылается на помидоры Но помидоры, сезонный товар, товар, который, собственно, должен стоить, ну, не знаю, доллар-два максимум Помидоры по 14-15 тысяч, бананы по 9,5-10 тысяч Чеснок на рынке я покупаю за 20, вижу, не покупаю, потому что мне цена такая сбила вообще с ног 28 тысяч чеснок, говорит о том, что ситуация совершенно безумная Вот, если посчитать весь этот несезонный скачок цен, рост цен, вызванный недоверием белорусскому рублю То, конечно же, инфляция будет не 20% в годовом выражении, а целых 50 И поэтому нужно, опять-таки, не бороться с следствиями на потребительском рынке Не ограничивать рост цен, как кто пытается делать в Минске Мэр Минска собирает, значит, продавцов и говорит, давайте вы не будете поднимать цены А они говорят, ну, мы готовы бы не поднимать цены, но по какому курсу мы через месяц будем покупать валюту? Ну, можете нам сказать? На этот вопрос, простой вопрос, никто не может ответить Поэтому ажиотаж потребительского рынка является прямым следствием полной потери доверия к белорусскому рублю И если так дальше будет продолжаться, то я боюсь, что курс белорусского рубля очень в недалеком будущем перешагнет уже 10 тысяч за 1 доллар Ну, а цены будут расти вплоть до того, что люди просто перестанут покупать Когда я вижу, что на Комаровке самые длинные очереди у прилавков, которые торгуют ливерной колбасой и кровянкой Это говорит о том, что люди уже почувствовали на себе дыхание валютного и структурного экономического кризиса Это так не работают, так не поступают люди, которые уверены в своем будущем, которые имеют заработную плату 500 долларов Так что мы вступаем в период достаточно жесткого приземления адаптации к новой реальности И новая реальность должна быть главной отправляющей точкой для выработки экономической политики Говорить же, что ничего нету, хакуна матата, все нормально, улыбайтесь, покупайте белорусские товары Нельзя, потому что вообще надо понимать, что картошка не может стоить доллар, что бананы не могут стоить 10 тысяч Что огурцы и помидоры, привезенные с Испании, не могут стоить дороже, чем помидоры, выращенные в Беларуси Иначе это не экономика, это извращенное централизованное планирование Продолжение следует...